Ну что, мы еще раз послушали мнение экспертов о том, что такое грантовый цикл, кто такие, те самые грантовые менеджеры, другие специалисты, которые проводят грантовые конкурсы. Мы обсудили, зачем вообще может быть нужен конкурс, и мы подошли к тому этапу, с которого, кстати сказать, часто все и начинается. То есть первые два, бывает, очень быстро пропускают, с подготовки грантового конкурса. Итак, мы сейчас будем говорить о подготовке грантового конкурса, и я хочу представить вам следующего эксперта нашей школы, Вячеслав Гудалин, советник фонда президентских грантов, присоединяется к нам, и как раз он главный специалист сегодня, который расскажет, как же готовить грантовый конкурс, из чего вообще надо начинать. Какую бумагу первую писать? Слава, начинай рассказывать. Микрофончик надо включить. Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо за возможность рассказать вам про подготовку грантового конкурса, потому что я действительно считаю, что это самый ответственный, самый важный этап в планировании, как вы все спланируете, то это 50% вашего успеха в реализации вашего грантового конкурса. Поэтому с вами в рамках этой сессии подробно поговорим о всех этапах планирования, о всей конкурсной документации. И первое, конечно, что нам нужно с вами определить, это цель конкурса. А зачем мы это все хотим делать? А для кого? Что мы хотим добиться? Это очень важный месседж, который вы даете всем целевым группам и вашим потенциальным грантополучателям, и вашим всем стейкхолдерам, которые участвуют в этом процессе. Поэтому, как вы четко и доступно сформулируете цель проекта, от этого зависит и дальнейшая разработка всех остальных документов в рамках конкурса. Да, я думаю, что мы можем... Да, мы на самом деле можем потренироваться. Да, и можем потренироваться на эту тему. Вот мы сейчас предлагаем вам снова взбодриться и потренироваться с точки зрения формулирования целей грантовых конкурсов. Вот вы сами наверняка проводили уже грантовые конкурсы. Мы по анкете смотрели, что большинство тех, кто зарегистрировался на семинар, уже имеют опыт проведения грантовых конкурсов. Или вот-вот собираются его проводить. Ну и уж точно многие участвовали в грантовых конкурсах. Поэтому мы сейчас хотим попросить вас попытаться сформулировать цель грантового конкурса. Какой бы она могла быть? Для этого мы воспользуемся еще одним прекрасным инструментом. Вы сейчас видите в чате ссылку на такую программу, которая называется Menti. Menti.com. Надо набрать в строке браузера или просто нажать на ссылку, которую вы сейчас видите в чате, и он перебросит вас на сайт Menti.com. И ниже под ссылкой вы видите циферки. Это номер, который надо ввести в окошечко, который у вас откроется. Это код нашего опроса. То есть если вы сейчас нажмете на menti.com и введете в открывшуюся строку вот эти вот цифры, то вы попадаете в вопросник, и у вас там откроется окно, в котором можно ввести текст. Вот введите, пожалуйста, как вам кажется, правильную формулировку, да, или пример формулировки цели грантового конкурса. А нам сейчас откроют демонстрацию экрана, чтобы мы все видели, что там происходит. Вот уже вот, например, первая цель появилась – стимулировать активность городских сообществ определенного города. Вот такая может быть цель. Цель конкурса – развитие территорий, развитие и поддержка гражданских инициатив, поддержка проекта и активности – цель конкурса. Так, еще варианты. Получается зайти, зашли по ссылочке, вбили туда цифры 745874, и у вас открылось окошко, куда можно вписать текст. Вот. Еще цель такая, например, решение одних из острых социальных проблем на определенной территории, поддержка местных культурных инициатив, такую цель предлагают, поддержка и развитие некоммерческих организаций. Так, на экране не надо рисовать, кто-то рисует активно на экране. Да. Пишем только в menti.com. Развитие системы компетенций профессиональных сообществ и содействие реализации и совершенствованию образовательных программ в области социального проектирования и организации деятельности некоммерческих организаций. Вот такую цель конкурса предложили. Придание устойчивости существующим проектам. Да, все мечтают о таком конкурсе, чтобы дали денег на проекты, которые уже и так работают. Так, создание услуг определенной группе населения, например, уязвимой. Ну, давайте ждем. 16 человек только еще написали, а в зале 90. Развитие социальной активности жителей. Еще варианты. Давайте еще минутку ждем. Создание условий для развития местных инициатив и сообществ. Самая популярная тема. Я думаю, что фонды срочно должны прям конкурсы под эту тему открывать новые. Поддержка инициатив местных жителей деревень Крыма. Вот прекрасный конкурс. Конкурс. Поддержка инициатив на реализацию проектов для улучшения социальной ситуации. Прям про все конкурс. Поддержка эффективных социальных технологий. Вовлечение пожилых в решение проблем местных сообществ. Ну и так далее. Ну что, 21 человек успел свою цель написать. Остальные могут продолжить, если хочется. Выявление и поддержка творческих и культурных инициатив. Вячеслав, что вы можете сказать? Я хочу сказать, что, конечно, все стремятся сформулировать такие прям глобальные цели. Охватить все, что возможно. Мы прекрасно знаем о том, что конкурсный механизм, он хорош, на самом деле, для решения любой задачи. Потому что мы можем это сделать и в рамках совершенно очень узкой цели, очень узкой целевой группы. И мы про это еще будем с вами говорить. Но я хотел вам вывести на экран свой первый слайд. Но для этого нужно остановить... Возвращайтесь все из ментиметра. И давайте продолжим говорить о целях и задачах конкурса. Да. Всем виден слайд? Да, все видно. И я бы, конечно, для того, чтобы планировать цели и задачи конкурса, я бы, конечно, сначала серьезно занялся вопросом про анализ ситуации. А кто является нашими заинтересованными лицами в рамках конкурса? Какие у них есть ожидания и есть интересы? А какими они обладают возможностями? Какую конкретную проблему мы хотим решить в рамках данного конкурса? И чем более конкретны мы будем в своих желаниях, тем более точно мы сможем попасть в ожидания наших потенциальных грантополучателей, наших грантозаявителей. И все-таки, когда мы формулируем цель, это все-таки мы должны с вами говорить о том образе будущего, к которому мы стремимся. Какую проблему мы хотим с вами решить? Как изменится сама целевая аудитория, ее потенциал, ее отношение к окружающим мирам? И, конечно же, цель конкурса должна быть максимально конкретной и достижимой. И очень важно, что она должна быть понятна для целевой группы. Когда мы говорим о формулировке задач, то здесь мы, конечно, с вами должны говорить о том, каким образом мы будем достигать поставленной цели и на какие причины социальной проблемой мы будем воздействовать. И вот в этом, мне кажется, важно заострить внимание. И, конечно же, вам необходимо проанализировать ситуацию вообще на той территории, на которой вы проводите конкурс. Существуют ли какие-то другие игроки? Есть ли какие-то другие программы, я знаю, государственные, частные? Как вы вписываетесь в эту картину мира? Вот. Это то, что мой комментарий относительно цели и задач конкурса. И я думаю, что мы можем переходить к следующему блоку и поговорить про приоритетные направления. Ну вот, на самом деле, сегодня с самого начала слова цели и задачи, понять, зачем нужен конкурс, они произносятся практически всеми экспертами. И вот сейчас Вячеслав еще раз сказал, как важно точно понимать цель конкурса и поставить задачи. И это в определенной степени задает рамку конкурсу. Но еще одна возможность задать конкурсу рамку и его уточнить – это сформулировать приоритеты конкурса. И мы предлагаем сейчас еще раз поработать в группах и пообсуждать, а какие могут быть, как можно сформулировать конкурсные приоритеты и что это дает, когда мы формулируем четко эти конкурсные приоритеты. И сейчас мы попросим наших специалистов технических помочь нам снова разделиться на группы. В группах вас ждут уже знакомые, а может быть, незнакомые модераторы, потому что сейчас система разделит на группы по-другому, и вы можете оказаться у другого модератора в другой группе. Расходимся мы в группы на 15 минут, и задача групп – сформулировать приоритеты под те цели и задачи конкурса, которые вы увидите у себя в группе. У нас приготовлено для вас несколько таких уже проведенных ранее грантовых конкурсов, то есть вполне себе известных грантовых конкурсов. Пожалуйста, отправляемся в сессионные залы. Нет звука, да? Спасибо, да, теперь звук есть. Ну не все сразу. И давайте продолжим говорить о приоритетах. Давайте продолжим говорить про приоритеты. Что бы я хотел обратить ваше внимание? По крайней мере, в нашей группе это было совершенно очевидно видно, как мы четко выстроили логику между целью конкурса, задачами, которых мы увидели, и даже целевые группы. И это нам помогло сформировать приоритетное направление. И на самом деле приоритетное направление, они хороши тем, что они формируют некоторую такую воронку тематик проекта. Вы несколько сужаете рамку для ваших потенциальных грантозаявителей и говорите им о том, что вы ожидаете получить в рамках конкурса. Это, конечно, особенно важно и нужно, когда у вас цель конкурса очень широкая, которая говорит о широком диапазоне или широкой сфере деятельности. Если вы делаете очень узкий конкурс, например, вы проводите конкурс выставочных проектов для конкретного музея, то, в принципе, приоритетные направления не очень важны. Вы, в принципе, в целях и задачах можете сформулировать все то, что вы ожидаете от ваших потенциальных участников конкурса. Но, например, в фонде президентских грантов это невозможно. Когда рамка колоссальная, вообще о развитии гражданского общества мы говорим, то 13 направлений, которые у нас есть, имеют еще, на самом деле, еще под направлением. Их больше ста. И это, с другой стороны, для нас это помогает несколько систематизировать поступающие заявки на конкурс для того, чтобы экспертам в определенной области отправить на экспертизу. Просто важно помнить о том, что приоритетные направления — это еще для вас возможность систематизации поступивших заявок на конкурс для их оценки. Вот. Это, в принципе, главное, что я хотел сказать про приоритетные направления. И мы можем двигаться дальше. Следующая наша тема. Мы должны с вами поговорить про нашу группу благополучателей. С кем мы работаем. Следующая. Да, мы сейчас с вами... К сожалению, у меня почему-то не выходит слайд. Демонстрацию экрана? Да. Так. А там почему-то один слайд в этом... Так было задумано. Тогда нужно открыть другой. Тогда я открываю другой. Да, ура, все получилось. Все получилось. Да, мы же техника же... Она ни с одним экспертом не справится, даже если очень старается. Конечно. Так. Чекунду. И, в принципе, когда мы с вами говорим про благополучателей, мы должны себе задать еще 150 вопросов. Мы уже 150 их задали. Вначале, когда говорили про цели, задачи, приоритетные направления, теперь еще очень-очень много вопросов про кто такие наши благополучатели. Мы, на самом деле, должны обладать очень четкой картиной, для кого мы проводим этот конкурс. Это могут быть как некоммерческие организации, так это могут быть и частные лица, инициативные группы граждан. И когда мы говорим про частных лиц, то здесь, наверное, главный вопрос, а как мы их можем выявить? Как мы их можем привлечь к своей работе? И в чем они, на самом деле, заинтересованы? Когда мы говорим про некоммерческие организации, то нам нужно понимать, а сколько их есть на той территории, на которой мы с вами работаем и проводим конкурс. Какова степень их развития? Каков потенциал этих организаций? Какими ресурсами они обладают? А в чем они нуждаются? Какая у них будет мотивация в том, чтобы прийти к вам на конкурс? В чем у них потребности? И, ну и, конечно же, важен общий фон того, как выстроены взаимодействия и с местными органами власти, и у ваших потенциальных грантополучателей. Насколько у вас интегрирована вся система развития социальной сферы, скажем так, или там сферы культуры. Поэтому вот эти все вопросы очень важно себе задать, когда вы... и найти на них ответы в рамках того исследования, когда вы готовите и планируете ваш конкурс. Это вот то, что касается группы благополучателей. И я предлагаю потренироваться. У нас такой практический, да, практическая часть. Вот смотрите, что мы сейчас вам предложим. У вас снова в чате появилась ссылка на menti.com. Этот сайт, на который мы уже с вами заходили. И другие цифры снизу. 5, 6, 2, 2, 8, 3. Вот перейдите, пожалуйста, по этой ссылке. И там вам будет предложен опросник. И вы, продолжая по ссылке, переходите, продолжаете меня слушать. И я потому что немножко буду комментировать к тем вопросам, которые будут заданы. И попрошу открыть нам экран, чтобы нам было видно menti сейчас. Да, переходите, пожалуйста, по ссылке. Я вот тоже туда пойду. Чтобы у меня тоже... Я тоже буду участвовать в опроснике. Да, сейчас у нас открывается, чтобы у нас появилось на экране, чтобы мы все видели. Вы пока вводите туда код. И у вас откроется первый вопрос. Да, как только вы введете код 5, 6, 2, 2, 8, 3, у вас откроется вопросник. И там у нас будет такой вопрос. Кто из целевых групп может быть заявителем в конкурсе «Люди дела»? Значит, послушайте, у меня приоритеты этого конкурса. Мы не стали писать, я на слух вам их скажу. Итак, цель конкурса – повышение активности жителей Архангельской области в решении актуальных проблем местных сообществ. Приоритеты конкурса. В конкурсе могут принимать участие жители Архангельской области. Приоритет будет отдаваться проектам, которые предусматривают широкое вовлечение граждан. Выберите, пожалуйста, из предложенных вам четырех вариантов целевых групп, кто может, по вашему мнению, принимать участие в этом конкурсе. Можно выбрать несколько вариантов. Значит, вам предложены инициативные группы, НКО, профессиональные объединения предпринимателей и бюджетные социальные учреждения. Выбирайте, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, может принимать участие. Голосуем. 17 человек проголосовало уже. Нажимаем, нажимаем. кнопочки, выбираем. Пока 44% за инициативные группы. Бюджетным учреждениям разрешили участвовать только 10% участников. 34 человека поучаствовало в голосовании, у нас 93% в зале. Добавляем свои голоса. Я вот сейчас тоже проголосую. Так, еще ждем буквально 30 секунд. Кто-то не смог, половина народа не смогла зайти на Минти, я так понимаю, да? Или уже ушла куда-то от компьютеров. Это такая проверка, сколько народа реально работает. Значит, итак, заходим в Минти.ком, набираем Минти.ком. Ага, когда сказалось, проверяем, кто реально работает, еще 5 человек проголосовали. Попробуйте, это можно с телефона войти, Минти.ком, вводите цифры 56, 22, 83 и нажимаем. Хорошо, итак, 43 человека проголосовали, большинство сказало, что инициативные группы, но, конечно, в приоритете же сказано, что предусматривается широкое вовлечение граждан, и, конечно, скорее всего, инициативные группы в приоритете этого конкурса, но при этом некоммерческие организации тоже достаточно много голосов набрали, потому что они тоже объединяют, да, активных граждан. И, соответственно, тоже, скорее всего, могут принимать участие в этом конкурсе. Вот с бюджетным учреждением практически не разрешено, не разрешили участвовать, но, опять же, вот прямого запрета из приоритетов нет, да. Это могло быть специально оговорено, что нельзя участвовать, но, в принципе, если бы бюджетные учреждения предложили какие-то специальные проекты, связанные с активностью, то в этом случае, возможно, и им можно было бы участвовать. Дарья, вы хотели что-то сказать, да? Рука у вас поднята, или вы случайно нажали? Пока Дарья пытается, да, подключиться, чтобы прокомментировать, или напишите в чате, да, ваш комментарий. Мы предлагаем ответить на следующий вопрос. Сделайте, пожалуйста, да, перейдите на следующий вопрос. Вам никуда переподходить не надо, у вас должен сейчас открыться другой вопрос. Итак, конкурс «Укрепляем НКО». Цель конкурса — укрепление некоммерческих организаций и расширение их роли в решении социальных проблем, а приоритет мы хотим отдать работающим НКО, чтобы они вышли на оказание социальных услуг. Итак, кого, допустим, участвовать в конкурсе? Конкурс «Укрепляем НКО», да, приоритет — поддержка работающих НКО и вывод их на оказание социальных услуг. Так, голосуем, голосуем. Если вдруг у кого вопрос не открылся, второй, просто обновите страницу, переходить никуда не надо, прямо в этом же месте мы отвечаем. Да, вижу, что у некоторых не открывается, но вот должно открываться. Да, это обычный сайт, можно просто в строке браузера открыть, да, minti.com, набираете и переходите. Вот у кого-то уже получилось. Так, 40 человек проголосовали, бесспорный лидер некоммерческой организации, как целевая группа в этом конкурсе. Ждем еще немножко. Итак, вот давайте попробуем проанализировать. Итак, конкурс «Укрепляем НКО», да, уже в названии зафиксировано, что нас интересуют некоммерческие организации. И в приоритете написано работающим некоммерческим организациям и хотим, чтобы они вышли на оказание социальных услуг. Поэтому, например, ассоциации предпринимателей, это, конечно, некоммерческая организация, но, скорее всего, они не занимаются оказанием социальных услуг, поэтому вряд ли они будут допущены к участию в конкурсе. Инициативная группа еще не создана НКО, да, но мы видим, что в приоритете у нас работающий НКО, поэтому, ну, наверное, может быть, не будет запрета, но, скорее всего, все-таки организатор конкурса ждет именно некоммерческие организации, да, в этом конкурсе. Вот судя по приоритету. Ну что, давайте еще один пробный. Итак, следующий конкурс «Культурный калейдоскоп». И в «Культурном калейдоскопе» у нас цель – поддержка проектов в сфере культуры, направленных на сплочение и активизацию местных сообществ. А в рамках конкурса мы хотим поддержать социокультурные проекты, предлагающие комплексный подход к активизации местных сообществ и вовлечению местных жителей в развитие локальной территории. Итак, комплексный подход и вовлечение местных жителей. Голосуем. Голосуем. У кого не получилось войти еще раз, попробуйте menti.com и ввести вот эти цифры 56, 22, 83, и вам откроется этот опросник. Если нет второго слайда, надо просто обновиться. Голосуем. Итак, социокультурные проекты, предлагающие комплексный подход к активизации местных сообществ и вовлечению местных жителей в развитие локальной территории. Очень много участников разрешили участвовать инициативным группам. Как всегда, несчастные ассоциации предпринимателей не пользуются популярностью как целевая группа. Бюджетные учреждения в этот раз много набрали. Ну вот, пожалуйста, да, заканчивайте голосование, у кого, да, открылось. И смотрите, что, опять же, мы должны обращать внимание на приоритеты. И в этом отношении, в целях конкурса говорится о проекте поддержки в сфере культуры, которые направлены на активизацию местных сообществ, а в приоритете нам говорят, что необходимы проекты, которые предлагают комплексный подход, да, и вовлечение местных жителей. Да, вот, поэтому, скорее всего, некоммерческие организации и бюджетные учреждения будут в приоритете этих конкурсов. А вот вопрос по инициативным группам открытый. Будет ли организатор конкурса считать возможным инициативным группам участвовать, потому что они, как правило, да, такие достаточно локальные проекты делают. А активизировать-то людей они могут, а вот комплексный подход далеко не всегда инициативные группы могут обеспечить. Но вот обратите внимание, да, мы, можно свернуть, да, пока с экрана. Спасибо огромное. Можно выйти из ментиметра. Вот. И вот как раз я хотела к Вячеславу еще раз обратиться, да, с точки зрения того, вот что же все-таки мы видим, что только цели и приоритеты конкурса не позволяют нам с определенностью сказать все-таки, кто из целевых групп может участвовать в конкурсе, да, кого ждет организатор, а кто в этом конкурсе не в приоритетной целевой группе. Вот что нужно при подготовке конкурса для того, чтобы люди точно понимали, можно мне как инициативной группе в этот конкурс идти или нужно дома пока посидеть, ждать другого конкурса. Пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Действительно, разработчику конкурса нужно разработать огромное количество документов и один из самых основных документов, который является положение конкурса и в котором он должен указать всю необходимую информацию для потенциального участника конкурса. Мы сейчас с вами начнем говорить о всей процедуре более подробно, поговорим про все основные документы, которые нам необходимы для проведения конкурса, но я бы хотел, чтобы наш разговор все-таки постарался выстроиться все-таки в режиме диалога, насколько это возможно в системе Зума. Поэтому я попрошу, Марина, если участники конференции будут писать какие-то вопросы, то меня можно останавливать и давайте будем обсуждать. А я пока включу сейчас первый лист презентации, на котором вы увидите набор основных документов, необходимых для проведения конкурса. И мы сейчас с вами детально их все обсудим. Я, во-первых, хочу сказать, что все эти типовые документы уже давным-давно разработаны. И они есть в открытом доступе. Много разных грант-операторов проводили конкурсы. И вариантов на самом деле существует в интернете очень много. Но нельзя эти все документы брать, слепо копировать. Их нужно осмыслить, адаптировать под вашу цель, под вашу целевую группу, и обсудить это вместе с вашей конкурсной комиссией, с тем высшим органом, который будет управлять этим конкурсом. В любом случае, эти документы должны стать вашими. Поэтому основной базовый документ это положение конкурса, в котором вы и определяете цели и задачи, и говорите, если это нужно, о приоритетных направлениях и конкретно указываете, кто может быть участником конкурса. В фонде президентских грантов перечислены все, кто может быть участником конкурса и кто не может быть участником конкурса, тоже все перечислены. Чтоб была максимально подробная информация, чтобы не было некоторых разночтений и непонимания стороны потенциальных участников конкурса. Важный элемент данного документа – это какой порядок подачи документов. Вы должны объяснить вашим участникам конкурса, каким образом они могут подать вам заявку на конкурс. В электронном виде, в бумажном. Какой это должен быть комплект документов. Кроме заявки, что еще должно быть обязательно. Благо, сейчас развиваются все интернет-технологии. И все-таки объем прилагаемых документов к заявке с каждым годом сокращается и сокращается. И мне кажется, это очень правильная тенденция. Конечно же, в положении о конкурсе нужно говорить о процедуре рассмотрения заявки. Объяснить заявителям, каким образом ваша заявка будет рассмотрена. Какие требования к заявке, к содержанию ее. Какие пункты заявки обязательны, какие не обязательны. Конечно же, нужно сказать и про критерии оценки. Чтобы заявители видели о том, каким образом вы будете оценивать заявку. И обязательный, конечно, пункт. Порядок заключения договора и формат предоставления отчетности. Это все должно быть в положении, потому что, на самом деле, у опытного участника грантового конкурса, он должен в первую очередь изучить, на что он подписывается, какой договор он будет заключать и как он будет отчитываться, если он выиграет в конкурсе. Потому что могут быть совершенно разные истории, случаи, когда, допустим, и такие примеры были, на самом деле, в нашей истории, когда организация выиграла в конкурсе заявку, но потом отчитаться перед грантодателем составило очень большие усилия. Это создало большие трудности для ряда организаций, потом просто отчитаться. И это опасная тенденция, потому что потом уже эти организации не пришли к этому участнику конкурса. Вот. Конечно же, должна быть форма заявки. Разработана подробно с комментариями, а что вы ожидаете в каждом из разделов, чтобы заявитель описал. Я бы не рекомендовал вам делать такие прямые подсказки, потому что есть некоторая... Знаете, такая история, когда вы вроде как бы помогаете, а на самом деле оказываете медвежью услугу. Когда у вас там есть цель проекта, вы указываете, да, и предлагаете им не одну цель, а там несколько целей. Или, допустим, вы даете им примеры целевых групп вашего проекта. И тогда заявитель перестает думать сам и начинает использовать те алгоритмы, которые вы уже задали в системе. И тогда вы теряете некоторую точность определения вашей целевой группы. И это очень опасно. Следующий блок, который я хотел с вами обсудить. Конечно же, когда вы разрабатываете всю грантовую процедуру, вам необходимо понять, каким образом вы будете принимать решения о победителях. Бывают разные системы. И вот вы уже слышали в комментариях, в выступлениях внешних экспертов, что бывают разные истории, разные процедуры. Классически, обычная история, это когда есть эксперты, есть экспертный совет, который оценивает заявки. И есть конкурсная комиссия, в которой, это уже другие люди, да, ну, могут быть и представители от экспертов. Входить в конкурсную комиссию, в которой принимают решения. И вам необходимо определить. А бывают ситуации, когда есть вот этот экспертный совет, когда сами эксперты потом уже собираются и принимают итоговое решение о поддержке того или иного проекта. Вот. Вам необходимо решить, каким образом вы будете действовать. Будет ли у вас отдельная независимая экспертиза и конкурсная комиссия, которая принимает решение. Либо вы объединяете две эти структуры. Но в любом случае, в положении об экспертном совете или о конкурсной комиссии, вам необходимо очень четко описать все задачи и функции, которые есть перед данным органом организации. Как формируется состав, как проходит ротация специалистов, участников этого органа управления. Каков порядок работы. И это очень важно. Конечно же, у вас должен быть разработан такой внутренний документ, как процедура предварительной оценки заявок. Как по формальным критериям ваши сотрудники будут оценивать, допускать эту заявку до экспертизы или нет. Вот у нас, я насколько помню, у нас порядка 12 было оснований в фонде президентских грантов, на основании которого заявку не допускают до конкурса. И это делают сотрудники вот в момент, когда заявка подана, как только заявка подана на конкурс. И, конечно же, должен быть четкий алгоритм и понимание у ваших специалистов, как, что проверять. Потому что, на самом деле, времени у вас, на самом деле, не очень много, и это нужно делать очень быстро. Отдельный большой блок связан с тем, с проведением самой экспертизы. И тут необходимо разработать также большое количество документов. Как, допустим, процедура оценки заявки. У вас должна быть некоторая шкала оценок. Насколько я знаю, сейчас многие гранд-операторы используют разные модели. Некоторые берут стобальную систему, у некоторую десятибальную, у некоторых пяти, у некоторых трех. Но, как я иногда говорю, что на самом деле, в любом случае, любая эта система приходит буквально к всего трем значениям. Поддержать или точно не поддержать, или есть сомнение. В итоге мы все равно приходим к трем потенциальным ответам в любой системе. Но, когда вы разрабатываете оценочную форму для экспертов, рекомендации для экспертов, вы им должны, конечно, задать определенные рамки, в рамках которых эксперт должен оценивать. Вот мы, на самом деле, в фонде президентских грантов очень серьезно и много работали над тем, чтобы разработать методические рекомендации для экспертов. По каждому критерию пытались сформулировать диапазон оценок и соответствие содержания заявки этой оценки. И мы уже в какой-то определенный момент осознали, что в нашем конкурсе так много разных условий, что мы не в состоянии перед каждым конкурсом вносить изменения методических рекомендаций. И мы разработали еще один документ под названием «Руководство для экспертов», который включили максимум информации о том, как нужно подходить к оценке, какие ожидания есть у фонда по итогам проведенной экспертизы, на что необходимо обратить внимание. Но, понимаете, у нас просто масштаб 23 тысячи экспертиз за один конкурс, и это, конечно же, вопрос некоторого такого конвейера, когда мы работаем, когда у нас идет экспертиза. Здесь всегда очень сложно работать индивидуально. Но в большинстве конкурсов, конечно, есть возможность индивидуального обсуждения, консультаций экспертов, им всегда можно помочь уточнить некоторые критерии оценки и подсказать, каким образом оценить ту или иную заявку по конкретному критерию. Я хотел обратить внимание, что это очень важный… Про работу с экспертами мы с вами еще поговорим, и я думаю, что у вас будут еще следующие сессии на эту тему. Но мне кажется, очень важно помнить о том, чтобы у вас должны быть формальные разработанные документы, на основании которых эксперты оценивают заявки. И весь этот инструмент должен быть разработан. И публичный. По-хорошему, он должен быть публичный. Конечно же, важно разработать и сразу форму договора с экспертом. Когда вы проводите конкурс, у вас не будет времени, чтобы заниматься согласованием, обсуждением каких-то документов. Для этого, к сожалению, реально у вас не будет свободного времени. Конечно же, нужны рекомендации для заявителей. К форме заявки, где вы можете… Я понимаю, что на первом этапе, наверное, вы сами придумаете те вопросы, которые у них могут возникнуть, и дадите ответы. Но потом это на самом деле хорошая история – формировать базу типовых вопросов, типовых ответов и ответов на эти типовые вопросы. Рекомендации для заявителей особенно важны для части, связанной с бюджетом, потому что, насколько я знаю, основная часть вопросов связана именно с этим. Также рекомендуется разрабатывать журнал учета, приема заявок, какая у вас будет форма с сводной таблицей, с итоговыми оценками. Это важная история. Чтобы у вас все формы уже были разработаны. Какая будет процедура принятия решения о финансировании. И это мы с вами говорили как раз в положении о конкурсе. Обязательно должен быть договор о финансировании проекта. Каким образом вы будете выстраивать формат мониторинга выполнения проектов. Как вы будете учитывать эту информацию. Это также очень важно. Ну и, конечно же, форма отчетности заявителя по предоставленному гранту и инструкции про их заполнение. Это очень важный аспект в работе с заявителем. Я хотел спросить, есть ли какие-то вопросы по документам? Нужно ли что-то уточнить? Либо еще дополнительно прокомментировать? Либо мы можем двигаться дальше? Пока вопросов нет. Или все понятно? Два варианта. Или все понятно? Или вопросов много, пока их еще не сформулировали? Поэтому будем двигаться дальше. А я жду вопросы в чате, если они будут. Да, коллеги, пожалуйста. Давайте мы можем с вами обсудить совершенно любой документ, который вы посчитаете нужным. Вот. И на что я еще хотел обратить ваше внимание. Что после того, как вы разработаете полный пакет документов, ну, если вы возьмете, да, у действующих операторов, да, их доработаете, то мне кажется, это очень важно не пропускать этот этап обсуждения всего комплекта документов с вашим органом управления, с вашим коллегиальным органом управления, который принимает решение, допустим, с конкурсной комиссией. Возможно, какие-то вещи нужно протестировать. То, что самую форму заявки. Или систему оценки заявок, да, как это все работает, какие есть шероховатости. Мы все время стараемся это делать и проверять, какой у нас в итоге получается проходной балл, да, что мы ожидаем от экспертизы нашего конкурса. И потом, конечно, следующий важный вопрос, один из ключевых вопросов, как я считаю, а каким образом вы отберете и привлечете к себе экспертов? А кто будет оценивать ваши заявки? И это, на самом деле, очень серьезный вопрос, потому что откуда вы их будете приглашать? А кто вам нужен в качестве экспертов? Это эксперты будут местные или с соседнего региона, или вы будете приглашать из Москвы. Вы планируете оплачивать их работу, или это будет волонтерский вклад? Что, на самом деле, мы считаем, что это очень серьезная профессиональная работа экспертов, поэтому за качественную экспертизу, конечно, необходимо платить деньги, как мы считаем, да. Какими компетенциями должен обладать эксперт, который придет к вам на конкурс? Вот мы, на самом деле, в фонде все время задаем эти вопросы и обсуждаем их с нашими экспертами. И, конечно же, ну вот, по моему мнению, да, бывает совершенно, у нас совершенно бывают совершенно разные фантастические истории. Мы понимаем, что, ну, казалось бы, да, что нужен эксперт, человек, который специалист в той области, которую он оценен, да. На одном из семинаров для экспертов в Екатеринбурге мы проводим такие мероприятия для экспертов, а про это хочу поговорить дальше, да. У нас пришел эксперт, ему у него спросили, а кем он работает? А он сказал, что он субмедэксперт. И он у нас оценивает проекты в области охраны здоровья. Понятно, что, понятно, что и для нас это было некоторым открытием, что вот человек, который, казалось бы, несколько совершенно с другой сферы, да, больше связанный, там, с какими-то криминальными историями, с какими-то чисто медицинскими, да, историями, оценивает заявки некоммерческих организаций. Но мы поразились его отношению к самому этапу, к самому процессу оценки заявки, потому что он, как судмедэксперт, по сути, готовит заключение для суда. И каждое его слово имеет очень серьезный вес. И мы как раз обратили внимание всех экспертов на нашем семинаре, что это очень правильное отношение, что слово эксперта, оно на самом деле очень весомо, поэтому нужно с очень большой ответственностью относиться к тому, как ты оцениваешь эту заявку, да, потому что любое неправильное суждение может серьезно повлиять на судьбу данного проекта, а может быть даже данной организации. Ну, конечно же, мы, когда обсуждаем про компетенции экспертов, конечно, мы говорим о том, что человек должен иметь опыт работы, понимание той сферы, которую он оценит. который оценит. Конечно же, у него должны быть некоторые способности, связанные с тем, что он способен принимать решения и аргументировать свою позицию. А с другой стороны, важным качеством, как нам теперь мы считаем, это способность соблюдать инструкции. Потому что у нас был такой период, когда у нас есть методические рекомендации, мы все объясняем экспертам, как нужно оценивать. Эксперт не считает нужным придерживаться данных методических рекомендаций, потому что он считает, что он великий, у него есть собственное мнение, собственная позиция, и он позволяет себе отклоняться от тех рекомендаций, которые заданы в рамках конкурса. И это, на самом деле, очень опасная тенденция, потому что тогда вы получаете совершенно разный диапазон оценок, который не позволит вам в будущем договориться, потому что вам важен сам процесс. Эксперты оценили заявки. И что вы потом с этим делаете? Вы складываете результаты их оценок и видите, что один эксперт оценил на 80 баллов, а другой на 20. И совершенно диаметрально противоположное мнение. Вы, конечно, можете привлечь третьего эксперта, четвертого, пятого, но в любом случае разница позиций должна вызывать некоторый процесс обсуждения на заседании конкурсной комиссии в рамках, может быть, специальной сессии, специального заседания, не только заседания, а как бы такого рабочего заседания, где предварительно конкурсная комиссия рассматривает результаты экспертизы. И, на самом деле, позиция, мне кажется, очень важна разных экспертов, как и положительных, так и отрицательных. Важно наличие взвешенных аргументов. И вот важно это обсудить. Поэтому процесс поиска и приглашения экспертов, членов конкурсной комиссии критически важны для результатов вашего конкурса. Мы считаем, что то, что нам удалось сформировать такую большую команду экспертов, которые действительно независимо оценивают заявки, и мы не имеем права вмешиваться в результаты экспертизы, это тот гарант того, что мы честно проводим конкурсы, и у нас мы получаем такие результаты проектов, такие проекты и таких победителей. вот, и поэтому когда вы планируете конкурс, важно обсудить формат обучающих мероприятий. И все-таки нужно включить экспертов, если мы говорим сейчас об экспертов, которые оценивают заявки, их нужно все-таки включить в контекст, в содержание, в ваши ожидания по поводу того, какие экспертные исключения вы хотите получить в итоге. Вы хотите получить от экспертов решение, поддержать или не поддержать, или вы хотите получить некоторое компетентное мнение по поводу качества подготовки данной заявки. Вот мы в фонде говорим про второе, да, для нас важно компетентное мнение и аргументированное. Поэтому важно ориентировать эксперта на тот результат, который вы от него ожидаете. Я понимаю, что можно проводить совершенно разные форматы обсуждения, да, можно встречаться в зуме, можно встречаться очно, но вы также должны быть продумать вопрос, связанный с может ли кто-то повлиять из заинтересованных сторон на мнение эксперта и как-то предусмотреть этот вопрос и постараться ограничить это влияние. Это сложная история. Мы пошли по пути того, что мы не раскрываем список наших экспертов и просим наших экспертов публично не говорить о том, что они эксперты фонда президентской гранины. У других операторов другая позиция. Здесь нет какого-то одного правильного ответа. Главное, мне кажется, про это думать и совершать действия на то, связанные с тем, чтобы исключить конфликт интересов. И это совершенно нормальная практика, что мы регулярно по итогам практически каждого конкурса исключаем из наших рядов тех экспертов, которые сознательно нарушили конфликт интересов. Когда они оценили заявку с явной заинтересованностью. Это правда жизни, с этим нужно работать, и мы стараемся контролировать этот процесс. И вам это тоже необходимо делать. Конечно же, когда вы планируете и разрабатываете грантовый конкурс, то, конечно же, нужно подумать и про проведение обучающих мероприятий для гранта заявителей. Что это будет? Это будут семинары, это будет формат какой-то конференции, это будет тренинг. Наш фонд проводит очень большое количество мероприятий обучающих для вебинаров, что угодно, консультации, вопросы, ответы, онлайн системы, масса всего. Но хочу сказать, что по нашему опыту самое эффективное это, конечно, проведение такого серьезного тренинга двухдневного с погружением, с разбором, детальным. Ну, это, конечно, очень затратно, это очень ресурсно и, может быть, не всегда оправданно, но мы, конечно, стремимся сейчас больше и больше. У нас такие два тренда. Мы развиваем онлайн системы консультирования, системы, связанные с онлайн обучением и проведение тренингов. Это очень такие эффективные, по нашему мнению, инструменты. Вот. В принципе, по поводу подготовки к проведению конкурса, это все, что я хотел сказать, поэтому я возвращаюсь. Есть ли какие-то вопросы, есть ли какие-то сомнения, пока вопросов в чате нет. Это как-то настораживает. Да, это сильно настораживает. Или все все точно знают, или все упали в обморок от списка документов и срочно передумывают проводить грантовые конкурсы. Ну, список документов можно, конечно, несколько укрупнить, их в итоге будет меньше, но это не самое страшное. Действительно. Пока переваривают информацию. Вот. Еще я хочу, да. Есть вот вопрос про введение бальной оценки. Да. Я так понимаю, что чуть подробнее пояснить, вот как при оценке вводить баллы, да, и может быть, стоит ли расписывать баллы, или просто один, два, три. Пусть эксперт сам думает. Мы завтра еще отдельно будем говорить об экспертизе, не завтра, извините, 25-го, об экспертизе, но я думаю, что повторение мать учения. Да, конечно. Вот смотрите, в фонде президентских грантов стубальная система, да, и когда по каждому критерию у нас эксперт может поставить от нуля до десяти баллов. Но у нас внутри, и мы на самом деле это объясняем экспертам и в методических рекомендациях, и в любом случае эти десять баллов для десяти критериев, да, вот эти десять баллов, они все равно группируются, как я называю, в обычной школьной оценке. Вот девять-десять баллов соответствует оценке отлично. Шесть-восемь это хорошо, три-пять это удовлетворительно, ну и понятно, двойка от нуля до двух. Поэтому вот эта баллов система, это на самом деле в большой степени достаточно условная некоторая такая игра цифр, да, если бы мы вот эти баллов систему десятибалльные систему перевели бы в обычные школьные оценки, в итоге мы получили бы наверное то же самое, но просто с нашим объемом заявок нам конечно важно включение еще разных коэффициентов значимости. Ведь когда мы говорим про ступальную систему, то на каждый критерий, там допустим актуальность социальная значимость, для проектов до 500 тысяч у нас действует повышающий коэффициент полтора процента, да, и мы считаем, что именно тем самым мы помогаем маленьким организациям из малых территорий, которые пишут такие стартапы, маленькие проекты, получить в итоге больше, больше итогового итоговый балл, потому что если это действительно актуальный проект для этой территории, для малой территории, то он в итоге получит большую оценку, больший балл по сравнению со всеми остальными, а допустим опыт организации там не имеет большого значения, он не дает повышающего коэффициента, и он менее значимый, поэтому стобальная система и каждая система разделения по баллам еще имеет значение коэффициент и значимость, потому что от определенной запрашиваемой суммы на самом деле приходит определенный контингент заявителей, как мы говорим, группа заявителей, вот на проекты до 500 тысяч приходят маленькие организации или молодые организации, которые только начали работать, которые получают первый опыт или наоборот хотят сделать некоторый стартап, который вообще что-то новое, и этим раньше не занимаются, то эта история до 500 тысяч. История от 500 до 3 миллионов вот такая история больше такая про конкретный город, городскую организацию, история от 3 до 10 и выше это история уже больше такие большие проекты для крупных организаций, которые реализуют проекты на нескольких территориях, на некоторых субъектов Российской Федерации или на территории всей страны федерального уровня организации и к ним требования и так как у нас есть баллотечения, координационный комитет устанавливает то пороговое значение, которое, при котором набравшая организация становится победителем, то чем больше сумма, тем выше у нас пороговое значение, да, если до проектов это там 60 баллов, то проекты до 500 тысяч, то до проекта больше 10 миллионов это 70 баллов. И для того, чтобы в нашей системе оценок получить 70 баллов, для этого нужно подготовить просто идеальный заряд. Это по каждому из 10 критериев тебе нужно набрать не меньше, ну как бы только хорошие отличные оценки, иначе у тебя 70 баллов не будет. И, как вы понимаете, если есть повышающий коэффициент, как, допустим, на кутуальность полтора процента, то, допустим, там масштаб не оценивается, да, то в любом случае этот баланс, он все равно выводит на 100 процентов. Но, играя коэффициентами значимости, вы можете усилить один из критериев оценки для определенной группы заявителей. Потому что все-таки сумма, она совершенно привязана к группе заявителей. Это вот мы совершенно четко за наши 8 конкурсов мы это выявили. Это совершенно четкая картина. То есть получается, что мы бальной системой еще и даем возможность, да, если правильно выстроена бальная система и веса каждого критерия, да, то мы еще даем возможность выстроить, да, и отвечать приоритетам. Вот мне кажется, что такой Татьяна задает вопрос, связанный как раз с тем, что мы обсуждали до этого, про приоритеты. А вот по сумме при прочих равных условиях, вот может победить, например, одна организация с тремя миллионами или шесть организаций по 500 тысяч. Чему будет приоритет? Ну, если то, что касается фонда президентских грантов, то у нас нет такого приоритета. И у нас просто система так устроена, что мы не сравниваем проекты в разных финансовых группах. У нас экспертиза построена таким образом, что у нас эксперты работают с группой проектов до 500 тысяч, да, и заседания конкурсной комиссии рассматривают их по очереди, да, вот эти проекты до 500 тысяч. Мы смотрим, кто у нас победил, кто не победил, почему, да, аргумент. Потом мы переходим к другой группе. И никогда не было желания, чтобы... А давайте побольше дадим, да? Да, побольше, да. У нас сейчас, на самом деле, происходит правда какая-то действительно такая тенденция, у нас становится все больше маленьких проектов. Но мне кажется, это связано с тем, что у нас приходит больше новых организаций, которые делают первый грант, пытаются выиграть в первом конкурсе, и логично они запрашивают маленькую сумму. и средний размер гранта у нас по последнему конкурсу он составил всего 2 миллиона рублей. Хотя вы понимаете, что у нас есть проекты и на 50 миллионов, и на 30 миллионов. Но на самом деле проектов... Я хочу сказать, что больше половины проектов это все проекты до 3 миллионов. Это правда, да. Спасибо. А вот правильно ли я услышала, ну, уже чтобы остаться в нашей теме конкурса, у нас по вопросам уже есть попытки перейти к консультированию участников конкурса, чего мы не допустим. Поэтому не будем отвечать на вопросы, можно ли подавать большие проекты из многородов. Хотя можно. Но я просто хочу сказать, обратить внимание, что смотрите, комментируя вопрос Татьяны, что если бы при проведении конкурса организатор конкурса задал приоритет для себя поддержать как можно больше маленьких инициатив, то тогда, наверное, при выборе 1 на 3 миллиона или 6 по 500 прошли бы 6 по 500. Но если такой приоритет не был задан, то тогда такой выбор не стоит, потому что не задавался такой приоритет поддержать много там малышей. и в этом отношении вот как раз еще был один комментарий, мне кажется, он очень важный, что он у вас как все системно, да, и даже вот сейчас впечатляет системный подход, а у нас на местах несколько проще. Вот, Вячеслав, как вы думаете, вот это, ну, условно говоря, вот такой подход это все-таки прерогатива крупных фондов или вообще конкурсный инструмент требует одинакового подхода вне зависимости от того, сколько денег на грантовом пуле. Ну, я, честно говоря, думаю, что должны развиваться все возможные формы и должны цвести все цветы. Просто как лично мое мнение, что на самом деле наличие приоритетов конкурса это очень серьезно помогает всем участникам процесса. и организатору конкурса, и донору, и участникам конкурса. Я считаю, что у фонда президентских грантов просто другая миссия, да, мы не определяем приоритеты, мы только лишь отвечаем на те вызовы, которые есть у общества. А наше направление, грантовое направление, это просто инструмент систематизации поступивших обращений. и мы совершенно очень жестко настаиваем на той позиции, что фонд президентских грантов никогда не будет говорить, а сегодня мы покупаем крышки. Нет, у нас сегодня нет приоритета сохранения исторической памяти поддержка проекта в области культуры, или мы развиваем теперь музей. Мы не имеем права на это. Единственное, что мы сейчас сделали, устроили этот спецконкурс, связанный с ситуацией с пандемией. Не более того, осенью у нас начнется обычный опять конкурс, и для нас критически важным является позиция самих заявителей, что они сами определяют, они нам и всему обществу доказывают, что их приоритеты более важны и глобальны по отношению к чему других. То есть фактически приоритет конкурса ответить на запрос, на те приоритеты, которые заявляют участники конкурса. Да, вот допустим, то, что фонд Ботанина сейчас проводил конкурс, что на самом деле мне больше импонирует, когда он говорит, я хочу институционально развивать фонды некоммерческих организаций, я буду проводить конкурс для создания целевых капиталов. И здесь все совершенно становится четко и понятно. Вот у тебя есть цель, вот у тебя есть задачи, вот у тебя есть условия, и ты как эксперт, и ты как участник конкурса четко понимаешь, что ожидает грантодатель. И мне кажется, это очень хорошая история, это правильная история, потому что все понятно и прозрачно. Ну, и возникает странная история, когда приходят на этот конкурс организации, и они не хотят никаким образом институционализировать свою деятельность. И тогда странно, зачем вы сюда пришли? И все понятно и открыто. И мы смотрим результаты конкурса, и мы видим, кто победил. Те, кто действительно задумывается о своем будущем, который вкладывается в то, как он дальше будет работать и развиваться. Мне кажется, это очень ценно, это очень правильно и открыто для всего общества, потому что мы с вами будем же потом еще и говорить об оценке результатов этого конкурса, а зачем мы все это делали, а что в итоге получили? Мне кажется, это очень важно. А вот еще вопрос есть, комментарии хотят услышать, что вы думаете, например, по поводу детальной проработки оператором технического задания на конкурс. В практике человека, задавшего вопрос Ольги, чем детальнее продумано техническое задание, тем качественнее поступают заявки на конкурс. Но вот насколько это правильно? Может быть, это ограничивает конкуренцию? И мы таким четким заужением вот этих условий и так далее. Мы не допускаем конкурс у тех, кто мог бы предложить интересные проекты? Не знаю, не знаю, потому что ведь в любом случае ценным является идея. По сути, по большому счету, что мы с вами оцениваем, когда нам вступает заявка? Мы же оцениваем некоторую идею, некоторую гипотезу того, что они хотят сделать. Не факт, что они это сделают. Поэтому вы как эксперт, как организатор конкурса должны оценить, насколько цена важна идея, которая может что-то изменить в целевой группе, насколько это важно в целевой группе, и вообще способны ли они это сделать. Есть ли у них опыт? Есть ли у них тот бэкграунд, который позволяет вам сделать вывод о том, что они действительно это смогут сделать? Потому что написать можно что угодно. Любую соцсеть создает то же самое. Получите ли вы уверенность в том, что они это сделают после того, как вы дали эти деньги? Не исчезнут ли они? Не пропадут? И поэтому форма это лишь только ограничение, только форма для содержания, которое они вносят. А все-таки мы оценим все-таки содержание. Ну то есть опять же при подготовке документов на конкурс и уже ты обращал внимание на это, что очень важно ставить цели и приоритеты все-таки тоже понимать, а будут ли те, кто вообще заявку-то подаст. Может оказаться, что мы так все сделаем и заточим, что не окажется тех, кто будет в конкурсе участвовать. Или наоборот, то, что вот говорили в самом начале, придет толпа народа, из которой там даже каждый десятый не выиграет, и тогда у нас это значит, что мы где-то наоборот не сфокусировали конкурс, что у нас пришли все подряд, кто мимо проходил, те и в конкурсе стали участвовать. Да, это очень опасная тенденция, конечно, да. Вот, и я надо проходить. И документы, может быть, в большом конкурсе они более сложные, многостраничные, в маленьком конкурсе они поменьше, но все равно все документы должны быть, и все этапы надо пройти, может, какие-то чуть быстрее, какие-то чуть медленнее, вот, но никуда нам от грантового цикла не деться. Вот сколько надо времени, чтобы успеть? И бывает ли так, что мы про время не подумали, а потом понимаем, что ничего мы не успеваем, никакой конкурс провести? Да, я считаю, что на самом деле детальное планирование всего конкурса это критически важная история. На самом деле при разработке всей процедуры нужно совершенно очень четко прописать каждый шаг. Я помню, еще в фонде Тольятти мы просто прописывали прям по дням, более годовой цикл, он был расписан по дням, кто в какой день, что должен сделать. И это совершенно очень жесткий тайминг, потому что в рамках проведения грантового конкурса задействовано большое количество разных партнеров, участников, да, и вы должны гарантировать, что вы никогда не будете объявить результаты конкурса, а всегда вот именно в этот день, который был заранее объявлен. Вы тогда это сможете объявить. И вот я хочу вам показать следующий слайд. Это некоторый такой пример, такой очень укропленный некоторой хронологии грантового конкурса. Как я и раньше говорил, классика заключается, классика любого проектирования заключается в том, что вы не менее 20% времени от того, от реализации проекта должны потратить на его планирование. Вот. Так вот, если у нас грантовый конкурс идет не менее года, а то и больше, да, то значит 2-3 месяца вы должны прям четко заложить на то, чтобы разработать все документы, найти всех людей, все вместе с ними это обсудить, тестировать и разработать детальный пошаговый план того, как вы будете работать этот следующий год. Это вот некоторые такие образные даты, образные цифры, которые как может структурироваться, скажем так, грантовый конкурс. Если, допустим, 1 января вы объявляете о проведении конкурса и начинаете прием заявок, да, можно сразу начинать, можно не сразу, понятно, что сразу вам никто заявку не принесет, но когда вы объявляете конкурс, то вы уже в принципе должны сейчас сразу и сказать, а когда вы будете проводить обучающие мероприятия для ваших грантозаевителей. Обсудить формат, каким образом вы будете объявлять конкурс, вы будете проводить пресс-конференцию или вы будете делать публикации средством массовой информации или у вас будет выйти интервью на телевидении на месте. Разные формы. Важно все это продумать и запланировать. У вас есть классика в том, что обычно дается полтора месяца на прием заявок. Я знаю историю, когда достаточно месяца вполне. Но важно предусмотреть в начале этого цикла обучающие мероприятия для гранд-заявителей, чтобы они могли подготовить ту заявку, которую вы ожидаете по структуре и по той логике социального проектирования, которая важна в вашей конкретной истории. Вы должны четко предусмотреть, что если у вас 15 февраля заканчивается прием заявок, то значит ваши гранд-менеджеры на протяжении полутора месяцев консультировали, обучали заявителей, а потом уже с 10 февраля начинают техническую проверку заявок по формальным основаниям, а действительно все ли нормально содержание, можно ли передавать экспертам или нет. И я хочу вам сказать, что это просто мне кажется российская классика, заключается в том, что 80% всех заявок подается в последний день. вот, я думаю, что это так у всех происходит. Поэтому дней 5 нужно уделить на то, чтобы все-таки допроверить оставшиеся заявки и не передавать экспертам те заявки, которые по формальным основаниям не могут быть допущены до поддержки. Потом начинается, обычно месяц занимает срок экспертизы, но это зависит от того, сколько у вас будет заявок, сколько у вас будет экспертов, это может быть меньше, это важно тоже все продумать и проработать, и тут возникают вопросы у экспертов по каким-то сложным случаям, когда нужно консультировать их, когда нужно точнее какие-то моменты, и вы готовите сводный рейтинг, возможно расходятся оценки у двух-трех экспертов, может быть нужно дополнительные экспертизы, или какая-то узкая узкоспециализированная заявка поступила и нужно найти эксперта, который в этой теме что-то понимает и может сказать, что вообще не опасно ли это поддерживать, и такие случаи бывают, и когда вы проводите и нужно потом начинать готовить проведение заседания под комиссией, нужно проверить эксперты заключения, а действительно ли ваши эксперты качественно проработали, все ли указали ли они все аргументы за или против этой заявки, и потом у вас происходит объявление результатов конкурса, длительный процесс занимает подготовка заключения договоров с победителями конкурса, разные бывают ситуации, у кого-то что-то случилось, кто-то уехал, и он уже отказывается, что делать с остатком денег, вот он уже выпил, а в течение месяца, когда он должен был заключить уголок, руководитель переехал в другую страну, вся остальная команда отказывается от проекта, и что делать будете, вот все эти вопросы нужно предусмотреть в вашем плане, какая процедура, нужно ли вам проводить заседание конкурсной комиссии, чтобы переспределить достаток денег, либо получает следующий по рейтинг, хороший вопрос, и после того, как вы заключили договора, перечислили все деньги, обычно это тоже занимает срок около месяца в среднем, потом начинается реализация проекта, я специально в этой технологии сделал, что это все проекты, такие маленькие проекты на полгода, но реально обычно это всегда год или больше, но на протяжении этого периода реализации проектов вам нужно участвовать во всех мероприятиях ваших грантополучателей, мониторить, как реализуются проекты, получать их в финансовые содержательные отчеты, их проверять, решать какие-то проблемы, они все время возникают, не бывает идеальной реализации проекта, как мы говорили, это все в любом случае это же некоторая гипотеза, как на практике это все произойдет, обычно все равно происходят некоторые изменения, все равно коммуникация между грантополучателем и грантменеджером все равно происходит вполне регулярно, я думаю, что даже ежемесячно, если не чаще, ситуация с пандемией совсем просто полный вал обращения, конечно же, нужно не забывать о завершении конкурса, о приеме итоговых отчетов, о получении некоторой обратной связи, о том, что говорила Эльвира, мне кажется, это очень важно, получение обратной связи всегда важно, и от участников конкурса, и от экспертов, на самом деле, нам помогают улучшить нашу систему экспертизы, наши эксперты, не я, не Илья Чукалин, не еще кто-то, это делают все наши эксперты, и в этом как раз ценность, то, что мы всегда благодарны получению обратной связи, и, конечно же, важно оценить результаты гранатного конкурса, что в итоге вы достигли, насколько вы приблизились к той цели конкурса, про который мы сегодня начали говорить в начале нашей сессии, вот это важно, и тогда вы получите важный ответ, и цикл замкнется. Спасибо. Что я хотел сказать. А вот еще вопрос такой сразу возник, а что делаете, когда отказываются от грантов? Это такое, все сразу напряглись и думают, неужели есть те, кто отказывается от грантов? Есть, конечно, есть, да. Ну, и просто на самом деле сейчас не очень много, мы ничего не делаем, мы просто не заключаем договор, и все эти средства остаются, потому что у нас просто более сложный процесс, связанный с бюджетом, мы поддерживаем проектов несколько больше, чем у нас есть, как бы выделено четко финансирование, залазя в свой административный бюджет. Мы понимаем, что у нас есть определенный процент, и это уже такая стабильная цифра, процент проектов, которые не будут заключены договора, потом у нас есть некоторый процент возврата средств, потому что не были потрачены, проект был реализован, они не потрачены, они возвращаются, поэтому некоторый баланс мы в этом плане выдерживаем, в этом нет ничего страшного. Но все равно это надо предусмотреть, когда планируется конкурс, что, например, организация должна понимать, организатор конкурса, что она будет делать, если такое произойдет, или если организация пропала, например, и проходит несколько месяцев, она никак не заключает договор. Или она, допустим, заключила договор, ничего не делает, денег не тратит, поэтому у тебя должны быть ресурсы и механизмы, чтобы ты мог расторгнуть договор и вернуть все деньги обратно. И решить нужно сразу с вашим донором, а что вы с этими средствами делаете, оставляете на следующий конкурс, либо каким-то образом это использовать. Да, это очень важно. Спасибо. Ну, в общем, судя по нашему разговору, прежде чем заниматься объявлением конкурса, надо достаточно много поработать с точки зрения того, чтобы придумать и продумать, я бы сказала, не придумать, а продумать, зачем мы все это проводим, что мы хотим получить в результате, какие у нас будут приоритеты, потом все это расписать по документам, предусмотрев каждый шаг, и нет зависимости от того, большой это конкурс или маленький, просто сложность документов будет немножко разная, но документы должны быть все, и только тогда, когда у нас все готово, и мы по срокам понимаем, что и когда у нас должно происходить, мы можем приступать к следующему этапу. И мы сейчас в нашем разговоре тоже начнем приступать к следующему этапу. Вячеслав, спасибо огромное. Спасибо всем, спасибо за вопрос. Спасибо большое за вот такой разбор этой очень сложной части. Я уже говорила, что часто эта часть остается невидимой, потому что вот эта подготовка конкурса, она происходит до того, как все узнали, что конкурс будет, и никто не видит вот этой подготовительной работы. И, кстати, сказать, это, наверное, для организаций, которые являются операторами конкурсов, то есть не свои деньги раздают. Очень важно, когда вы заключаете договор, что вы будете администрировать чей-то конкурс, понимать, какую работу вам придется сделать, что у вас должно быть, чтобы этот конкурс пошел правильно, оценить объемы. Если вот вы помните, у вас был вопрос в первом тестировании, что есть ли у вас деньги на грантовый пол и на вашу административную работу. Это тоже очень важный вопрос, потому что это миф, что эта работа ничего не стоит. Она достаточно большая, и конкурс начинается задолго до того, как он будет объявлен и не заканчивается долго после того, как будут объявлены победители. Там еще целый блок большой работы. И про все это мы еще будем говорить. А сейчас прощаемся, Слава, спасибо большое за участие. И мы переходим к следующей части нашего семинара, нашей школы, наш следующий блок. Это запуск конкурса. И вот уже мы приступаем к тому, что будем обсуждать, что делать, когда конкурс пора начинать. И это очень важная часть, этот старт конкурса. И вместе со мной в рамках этой части конкурса будет работать уже известный вам эксперт. но начнем мы с вами с того, что попробуем немножко поработать в группах и попытаться найти какие обнаружить, какие ошибки мы часто допускаем, начиная и спеша объявить конкурс. Потому что вот уже документы все готовы и мы готовы конкурс объявлять и уже вот срок объявления конкурса и мы быстренько пишем объявления и очень часто допускаем очень простые ошибки, но которые ведут к очень большим потом часто неприятностям. И мы сейчас предлагаем вам снова вернуться в группы к нашим уже известным модераторам. Возможно, вы попадете к какому-то другому модератору и задание в группах у вас будет очень простое. В группах вам надо обсудить текст уже подготовленного объявления о конкурсе и найти в нем все возможные ошибки, которые там допустил составитель этого объявления и обсудить все-таки как правильно подготовить такое объявление для того, чтобы оно эффективно работало. Ну что, мы ждем, когда наши специалисты отправят нас в группы. в группы. Спасибо. 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 Спасибо.